Всем привет! Сегодня на повестке дня у вас Honor 8X Вот в таком печальном состоянии Задняя крышка у нас, слава богу, целая Маленько погнута рамка Ну и вот такой у нас печальный дисплей Будем менять дисплейный модуль Почему дисплейный модуль, а не стекло отдельно? Потому что, ну вот так вот, видно, да, на камеру Дисплей у нас пришел конец Ну, не будем терять время и приступаем Итак, разогреваем телефон на сепараторе до 70 градусов Вот так выглядит Нету сепаратора, в описании ссылка на сепаратор На заказ сепаратора Нету денег на заказ сепаратора Берем фен у жены, у матери, у подруги, у сестры Обычный фен для волос, не монтажный В коем случае просто фен и разогреваем феном После того, как телефон разогрелся Берем пластиковую карточку В моем случае это остаток от защитного стекла Он такой плотненький Не буду заводить лезвие У нас имеется здесь щель Из-за того, что рамка кривая Заводим карточку в эту щель Ну, в вашем случае надо будет поддеть лезвием И аккуратненько срезаем заднюю крышку Клей здесь не настолько тугой Обычный, там у нас обычная проклейка Ну и то, что рамочка кривая, конечно, упрощает нам разбор Не забываем, что там шлейф у нас отпечатка пальца Открываем и вот так это выглядит Вот та самая проклейка И вот он, тот самый шлейф Отключаем шлейфа Да, забыл В этом телефоне нужно снять всю рамку Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аккумулятор хорошенько прогрелся Так как дисплей нам старый уже не нужен Берем маленько флюксов И подливаем под аккумулятор Для упрощения его снятия Аккуратно лопаткой подлазим Слышим, как у нас отклеивается клейкая основа Аккуратно, без резких движений Чтобы не проткнуть аккумулятор Во-первых, аккумулятор придется покупать нам самим Во-вторых, он может взорваться Загореться Кто не видел, на канале Шортс есть у меня Где протыкаю аккумулятор на 10 тысяч миллиампер Это пауэрбанка Xiaomi Пламя было Балдежное Не дай бог, так же в руках загорится И все ожоги у нас до мяса, до костей обеспечены Аккуратненько Не спеша У нас там еще шлейф, не забываем, идет внизу Вон там видно на нижнюю плату Субплату, так называемую Есть Сняли аккумулятор, чуть-чуть помяли Но самое главное Нигде не проткнули И здесь он вполне ровный С ним ничего страшного не произошло И пока у нас телефон горячий Давайте быстренько снимем старый дисплейный модуль Поддеваем Между рамкой и модулем Так, здесь защитное стекло еще стоит Маленько с ним неудобно, конечно Ну, ничего, найдем мы куда поддеть Где-то вот здесь у нас Лезвие почти пролазит Так, не лезет Давайте в другом месте опробуем Нет, телефончик уже подостыл Давайте еще раз подогреем и продолжим Ну что, подогрел еще на сепараторе Снял это защитное стекло И что мы видим Стекло-то у нас тут целое Было разбито только защитное И матрица у нас лопнула От вот этого вот замятия И давайте попробуем еще разок Поддеть лезвие Да, лезвие заходит уже лучше Но что-то мне подсказывает Что дисплейный модуль здесь уже был ленинный И вклеен он по ходу дела на Т7000 Потому что нагреву особо не поддается Я сейчас попал под стекло Подсветку не под матрицу Но ничего в матрицу Мы со стеклом вот так вытащим Половину матрицы А вторую половину мы достанем так И рамочка у нас здесь маленько отходит Но это не страшно, что рамочка отходит Мы рамочку потом приклеим вместе с дисплеем Одним разом Срезали Вот так выглядит у нас стекло с матрицей С половиной Видим жидкие пиксели Жидкие кристаллы точнее И снимаем Опа, улетело И остается у нас здесь почти чистая рамочка Сейчас маленько по ней пройдемся Зачистим остатки клея Обезжирим и начнем проверять новую Новый дисплей Итак, проверяем новый дисплей Пробуем включить Так, отзывается Тач проверяем Ничего у нас не отваливается Давайте яркость посмотрим Меня часто спрашивают Руслан, где купить запчасти Как всегда, ссылки оставляю в описании На максимальное количество запчастей То есть сейчас будет ссылка на дисплей Аккумулятор и так далее Если у вас нету магазина с запчастями То пожалуйста в описании И заказывайте Ну или если вам просто лень идти в магазин Можно заказать с Китая Также придет точно такая же запчасть Все магазины закупаются в Китае Просто они закупаются оптом Поэтому цены такие И даже если вы не будете покупать запчасть с Китая Просто зайдите, посмотрите по ссылке И сравните цены Почему проверяю вот так Не сзади подключаю Подключаю именно спереди В рамке Был случай, когда покупал дисплей на Honor 10i И он как бы был рабочий Но стекло у него было больше То есть в рамку он просто не лег И пришлось по гарантии там разбираться Покупал в Челябинске И ну вернули деньги Правда потратил на это месяц Дисплей полностью работает Меня это все устраивает Давайте приступим к финальной сборке уже Так, рамочка у нас уже обезжирена Зачищена максимально, сколько это возможно И давайте приступим вклеить Вклеивать будем на мой любимый T7000 Он со временем не разлагается И держится очень хорошо Так, излишки пока уберем Давайте нанесем на рамочку Я не наношу на модуль Боюсь залить подсветку Есть мастера, кто на модуль льет Ну я как-то опасаюсь Тонким слоем Без фанатизма Остальное лишнее все вытерем Здесь датчик приближения Отдаления у нас находится на отдельном шлейфе И находится возле камеры Так что можно лить по всей рамке Единственный момент У нас сверху есть индикатор сообщений Индикатор событий Который желательно клеем не залить Иначе он просто через него просвечиваться не будет Ну это не критично Если залили Ничего страшного в этом нету Рамочка довольно тонкая И у меня носик Клея конечно соскальзывает Но ничего особо страшного Так, клей нанесли Без фанатизма Сверху датчик приближения и отдаления не залили Индикатор событий не залили Не забываем со старого дисплея Снять сеточку динамика Вот так она выглядит Круглая Извиняюсь за грязные пальцы Это все клей Он черный у нас И постоянно все руки у вас будут В этом черном клею Встыкуем дисплей с рамкой Аккуратно, чтобы не убежала у нас сеточка динамика Все, рамочку я максимально сколько смог выгнул Дабы ее не менять За нее нам не оплачивали Менять мы ее не будем Аккумулятор клеим на ту же самую проклейку Которая у нас была Так, единственное Я его маленько подогну сейчас Потому что он чуть-чуть выгнулся Прям так чуть-чуть И обратно укладываем Все, подключаем аккумулятор Сразу, чтобы про него не забыть Разворачиваем Берем нашу среднюю часть Не среднюю часть Как бы рамочку заднюю Не знаю, как она правильно называется Но пусть будет рамочка Рамка заднего стекла То есть она будет Подключаем шлейф отпечатка пальца Который у нас не хочет подключаться Главное его не оторвать Так, у нас тут что-то прилипло Давайте Отлепим И подключим все-таки Так Нет, не так Можно было бы снять вот здесь Но, честно, мне просто лень его там снимать Телефон должен быть в это время выключенный В противном случае Отпечаток пальца у нас работать не будет До перезагрузки Ничего критичного Просто после перезагрузки Отпечаток у нас, конечно же, заработает Все, теперь закручиваем все винты В правильном порядке Как они были до этого То есть магнитные к магнитным Немагнитные к немагнитным И продолжаем Так, информация для тех, кто не помнит Где были какие болты Вот тут у нас один болт магнитный Вот в этом углу Вот эти три магнитные Вот эти тоже магнитные Остальные все болты Немагнитные Они влияют у нас, повторюсь На фокус камеры И на датчик Который определяет пространство Телефон в пространство То есть поворота Датчик поворота Отодрали Так Не сильно максимально Но отодрали Остатки клея с рамки Самого стекла клей отрывать не рекомендую Если вы не хотите, конечно, получить отслоение краски На самой крышке Краска от нее отслаивается на ура И теперь наносим, конечно же, клей Клей наносим не сильно жирно Хотя можно и пожирнее На заднюю крышку Это особо не влияет Опять же, нам главное Не залить камеру Тот же самый клей Я использую везде И аккумуляторы клею на него И задние крышки И дисплеи То есть клей универсальный Вообще Отличный клей Ссылочка на него Также есть в описании Так что можете пройти И его приобрести Берите большой тюбик Он довольно долго хранится И не особо быстро сохнет Если он в тюбике Так, накрываем Все это дело Крышечкой Она у нас в рамочку легла И, естественно, я использую Уже много-много лет Не использую никакие Ни прищепки Ни зажимы Использую обычные Самые простые Канцелярские резинки Так называемые Денежные Почему Именно их Они Имеют свойство Растягиваться То есть вы Ими Сильно Пережать дисплей Не сможете А фиксируют Они довольно сильно Так Вылись на 2 Все-таки И лучше Побольше резиночек Были случаи Когда На зажимах На прищепках Просто на вклейке Лопался дисплей Лопались задние крышки Так что Рекомендую всем Пользоваться Именно резинками Есть много в продаже Специальных зажимов Но, опять же, повторюсь Есть свои нюансы Есть свои последствия После этого Стягиваем максимально Резинок много Но, опять же Не пережимаем Попа Лопнула резиночка Давайте новую возьмем Они у нас расходники Их постоянно Надо иметь пачку Стоят Копейки Если брать их На оптовке На оптовке Прям дешево Так Вот здесь у нас Неровность корпуса Давайте туда Еще одну резиночку Стянем Хуже от этого Не будет Но крышка задняя Приклеится В этом месте Получше Так, смотрим Засветов никаких нету Давайте белый фон Где у нас есть Наверное, звонилки Нет, звонилка на черном фоне Ну, засветов нету Подсветка работает идеально Все, ждем высыхания Оттираем И радуем клиента С вами был Руслан Повторюсь Все ссылочки есть в описании И до новых встреч Надолго Не прощаемся Пока-пока